Продолжение следует... По обеспечению занятости населения в регионах совместно с помощниками Хакимов и Махалях ведут тесные взаимодействия и непосредственно занимаются точечно с каждым гражданином по вопросам трудоустройства и полного оказания содействия в дальнейшей адаптации или реинтеграции этих граждан на территорию Республики Узбекистан. Точную информацию может предоставить дипломатическое представительство наше посольство, но вся информация по гражданам и те граждане, которые хотели вернуться и обратились в наше дипломатическое учреждение на территории Украины, они все были вывезены, то есть по обращению. То есть в основном, согласно данным, около 4500 было на консульском учете, где-то более 6000 были вывезены. Относительно Российской Федерации, сейчас у нас тесно ведутся взаимодействия с крупнейшими работодателями на территории Российской Федерации, которых работают наши соотечественники. Есть такие предприятия, где работают более 10 тысяч наших граждан. То есть это одна компания, которая имеет несколько крупных проектов на территории Российской Федерации, к примеру. И непосредственно, например, скажем, сейчас полностью во взаимодействии с этими работодателями обеспечивается занятость наших граждан. Ну, если вот взять, вот до этого, как бы начальник управления Азимаки Ахматов подчеркивал, что такого всплеска и обращений по поводу возвращения в республику Узбекистан нет. Да, была какая-то нестабильность в период курса, когда был скачок курса. Но даже тогда во взаимодействии с работодателями было достигнуто договоренность, что некоторые компании возместили единоразово вот в размере 20% надбавки к заработной плате в связи с изменением курса в отношении доллара к российскому рублю. Но сейчас, если так проанализировать, курс уже более-менее стабилизировался, то есть курсовая разница небольшая, то есть где-то составляет 7-8 рублей, чем было до периода, например, февраля месяца. И в связи с этим сейчас, ну, наше представительство Агентства внешней трудовой миграции и региональные представительства, и дипломатические и консульские учреждения в Российской Федерации тесно находятся в тесном контакте с нашими гражданами. И в первую очередь для тех граждан, которые остались без работы, ну, или которые попали на сокращение, ведется работа по трудоустройству на территории Российской Федерации при желании. А после этого уже будет обеспечиваться возврат. Но сейчас таких вот обращений, ну, всплеска обращений нет. Есть единичные случаи, которые всегда были. То есть есть граждане, которые находятся в тяжелом жизненном положении, и они хотят вернуться в страну. Ну, такие обращения всегда были, и есть это в среднем, сколько там, 40, где-то 30-40 обращений обычно бывает таких. Редактор субтитров А.Семкин